Приветствую вас. Ввиду аспектов, которые я считаю логнями, я не буду засчитывать текст целиком. Я скорее здесь постараюсь дать описание своего видения ситуации, которая, как мне кажется, является достаточно важным, достаточно серьезным для того, чтобы на это обратить внимание. Я думаю, что проблематика автора вопроса связана со следующим аспектом. Я думаю, что проблематика автора вопроса в первую очередь связана с тем, как он относится к семье. То есть здесь, на мой взгляд, автор вопроса семью идеализируют. Идеализируют семью, я бы сказал, слишком сильно. Считаю, что девушка должна быть одна и на всю жизнь. Это, конечно, очень хорошее желание, хорошее стремление, но есть некоторая проблема. А именно, проблема заключается в том, что в жизни бывает по-разному. И, на мой взгляд, с точки зрения психологии, чтобы получить опыт, чтобы построить как раз-таки вот такого рода отношения, которые вы хотите, вот, нужно, в общем и целом, этот самый опыт как-то получить. И получить этот опыт, на мой взгляд, возможно только, ну, вступая в какие-то отношения, ошибаясь, падая, общегаясь и снова, ну, снова влюбляясь и так далее. Другого способа получить опыт нет. Поэтому то, что вы хотите сразу, ну, сразу построить идеальные отношения, вот, на мой взгляд, и является проблемой. Потому что сразу идеальных отношений без опыта вам построить неудачно. Это невозможно. Это невозможно сделать. Вот. Опыт набирается, ну, вы себе когда-то, судя по вашим словам, судя по тому, что вы описываете, вы себе когда-то это запретили. Вы когда-то объяснили то, что вам хочется, вот, вы когда-то сказали себе, нет, я не буду, я не буду, я не хочу, я не могу, у меня не будет, не будет, ну, вот так у меня не будет. Конечно, вы себя сами получать с вами, получается, ограничены в этом. И сейчас, на мой взгляд, вы пожинаете эти плоды. Плоды своих ограничений. Плоды идеализации, если угодно. Важно понимать, что энергия не остается. В состоянии, в состоянии, ну, в таком, можно сказать, статичном состоянии. Энергия не остается в статике. Энергия остается в динамике. И в вашем случае энергия и осталось в динамике продолжает двигаться в направлении для вас совершенно неожиданных. Почему? Почему? Я думаю, что вам нужно разобраться со своим отношением к себе. Я думаю, что вам нужно разобраться со своим отношением к семье. У вас хорошие задатки. У вас хорошие задатки. У вас хорошие задатки в семейных отношениях. Более чем хорошие задатки. Но излишняя строгость к себе, излишнее желание, может быть, повторить какой-то, не знаю, какой-то путь своих родителей, может быть. Может быть. Это то, что ставит вам паук колес. И открою вам небольшой секрет. Любому человеку это поставило бы паук колес. Не только вам. Поэтому, на мой взгляд, на мой взгляд, мы имеем здесь внутренний конфликт. Мы имеем здесь высокие требования к себе и, ну, как следствие, к другому человеку. И это нужно учитывать. Это необходимо учитывать. И этот конфликт вам нужно разрешить. Понимаете, да? Как вы его разрешите, этот конфликт? На мой взгляд, с помощью психотерапии. Потому что вряд ли вы можете разрешить его сами сейчас. Ну вот. А сейчас, на мой взгляд, вы его разрешить самостоятельно не способны. Как мне кажется. Я могу ошибаться, но вот. Ну, мне кажется, что мне способны это самостоятельно сделать. Ну, это самостоятельно сделать. Ну, это самостоятельно. Такой вот. Такую клетку. Вот. Клетку, стоящую из-за ограничений. Ну вот. И, соответственно, ну, самостоятельно. Самостоятельно вам из этого выйти. Очень сложно. Будет. Вот. Хотя и возможно, конечно. Возможно. Но с помощью вот. С помощью психотерапии. Это можно и нужно сделать. И нужно сделать. Вот. Поэтому обращайтесь к психологу. Вот. И начинайте работать. Вот. На этом все. Буду благодарен за обратную связь с полным ответом. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.